Дорожное движение в Ахе с каждым годом становится все интенсивней. Количество автомототранспорта на дорогах города неуклонно растет. Вместе с тем растет и количество ДТП. Так, с 14 по 16 мая в Ахе произошло сразу пять дорожно-транспортных происшествий. 14 мая в 6 часов 20 минут в Ахе по улице Зержинского в районе дома номер 16 водитель, управляя автомобилем, не учел дорожные условия, из-за чего не справился с управлением и совершил съезд с дороги на прилегающую территорию автостоянки. В результате ДТП пассажирка получила телесные повреждения в виде множественных ушибов грудной клетки, поясничной области, передней брюшной стенки, верхних и нижних конечностей. Она госпитализирована в травматологическое отделение Ахинской ЦРБ. 16 мая по улице Карла Маркса около парка произошло дорожно-транспортное происшествие, где также водитель транспортного средства не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Сотрудников ГИБДД вызвали на место, но владельцы транспортных средств решили разъестись сами по европротоколу, что допускается у нас законодательством. Накануне недалеко от этой аварии по улице Карла Маркса водитель совершил съезд в Канаву, который зафиксировали очевидцы. На данное происшествие сотрудников ГИБДД не вызывали. Еще одно ДТП 16 мая произошло около здания Агре. Водитель транспортного средства также не справился с управлением и совершил столкновение с состоящим автомобилем. В данной аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Наиболее сильную реакцию ахинцев вызвало третье ДТП того же 16 мая с участием патрульной машины Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Сотрудник ГИБДД на патрульном автомобиле двигался по улице Карла Маркса в районе магазина у Антона. В этот момент автомобиль импортного производства «Джип» стал совершать маневр обгона, не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение в лобовую с патрульным автомобилем. В результате транспортные средства получили механические повреждения. Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения.